В этом доме не то, что жить, находиться невозможно. Именно так отзываются жильцы дома номер 47 по улице Энгельса. И это не преувеличение. Коридоры очень похожи на декорации для фильма ужасов. В воздухе постоянно витает запах сырости и затхлости. Два раза в год с потолка на жильцов обрушиваются потоки воды, так как крыша больше напоминает решето. По углам уже через пятый или десятый слой обоев виднеется плесень. На все жалобы жильцов местная жилищно-эксплуатационная контора из года в год отвечает лишь одно. Говорят, что жить можно. Каждый почти весну делаю ремонт, все крашу, обои подклеиваю. Жить невозможно практически. Тем более ребенок у меня в школу ходит. Он сейчас вот с кашлем ходит, кашляет, потому что невозможно здесь. В доме проживают три многодетные семьи, но точнее будет сказать, что в этом доме они выживают. Санузлы больше похожи на пещеры. В каждом углу есть черное пятно плесени. Под раковинами стоят ведра. В доме все чаще и чаще появляются трещины. В некоторых местах, как говорят жильцы, уже выпадали куски стен. Каждый подъем на второй этаж может закончиться трагически. Деревянная лестница осыпается на глазах. Также каждый год весной в доме появляется озеро. Подвал затапливает по самый вход. Неудивительно, что у многих квартирантов начались проблемы со здоровьем. Жить, конечно, здесь, как говорится, хотелось, но не получается по возможности, потому что плесень, грибок везде, нет ни теплой воды, то есть нет ни душевых кабинок, ничего нет, жить невозможно. И в связи с этим совсем я получила легочное заболевание. Бесчисленные жалобы жильцов в различные инстанции успехом не увенчались. В ответ они получали лишь молчание или же многочисленные обещания. Проживающие живут в постоянном страхе и напряжении, ведь дом номер 47 по улице Энгельса в любой момент может попросту рухнуть. Продолжение следует...